Какие-то проблемы? Он меня сегодня огрел по спине разочек. Просто тебе завидую. Я наблюдал за тобой. Почему такая жесть? Мы самые в шоке. Играть в баскетбол. Надо, наверное, было потравиться три дня, а не два. Но это не точно. Здравствуйте. Как девушки? Сюда ее! Хорош! Такси, Гаму, ехать в город, пригород. Гаму, ехать в город, пригород. А всех остальных не знаю никого. На РФБ-канале есть интервью со мной, где мне лет 14. Годы идут, а ты все на РФБ-ТВ. Ну да, что поделать. Ну мы приехали на поезде сюда, в Воронеж, с утра. Миша приехал пораньше. Встретил вас на перроне. Да. Так получилось, что мы раздельно приехали. Отдохнули в Воронеже немножко, в гостинице. Покушали. Да и поехали сюда на такси просто. Тут отличная площадка и зал. Поэтому ты на ней максимальной площади тела лежишь. Да, да. Отличные команды, турнир, канал. Мы были в шоке от поединка с вашим с Р2-Д2. Там просто у вас какой-то третий глаз открылся. Вы все, по-моему, с трех забили. Ну мы тренировались перед этим туром. Вот новые комбинации придумали. И с Р2-Д2 просто все собрались и выполнили все наши комбинации. И так получилось, что все трешки были довольно открыты и все забили. Наша задача – это дойти, ну, минимум пройти одну восьмую. Ну и максимум постараться одну четвертую зацепить. Но пока мы выходили в одну четвертую на ЦОП Неву, сегодня могли бы идти на Гагарин. И в прошлый раз могли бы идти тоже на ЦОП Невуу в Питере. Но пока нам с такими командами рано играть. Они и опытнее, и сильнее. Но мы бы все равно старались и за каждый мяч боролись бы. Мы в ячечку сделаем, да? Номер 9. Ой, на самом деле я жутко не любил 3 на 3 всю жизнь. Я в 3 на 3 начал играть только в 35 лет. Спроси, сколько лет прошло? Прошло почти 5. Сегодня анонсировали, что я самый возрастной игрок турнира. Гюнтер знает об этом? Да, знает. Он меня сегодня огрел по спине разочек. Мы как-то просто пришли с ребятами. Как мы назовемся? Я думаю, что-то мне знакомо. R2, B2. Мне говорят, нет, не B2, а D2. Я говорю, ну хорошо, R2, D2. И все, и так закручивается. И там есть какая-то легенда о создании. Все просто. Ну, мы такие все корявые, жесткие. Такие не техничные, ничего. И как вот этот робот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Типа люди, а дайте приезжайте в Казань, короче. Мы все там классно стритболы покажем. Йоук. Нам сказали, либо побеждаем, либо домой не едем. И мы решили вернуться домой. Вот так вот. Вы любите просто дом, да? Да, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас что-то постоянно травмы принесли. То есть каждый тур мы доигрывали втроем из-за травм. Сегодня впервые, наконец-то, мы вчетвером. Хорошая ротация. Тяжелая сетка у нас, как обычно. Потому что мы первый год как команда. У нас личный рейтинг очень низкий. Поэтому нам всегда достаются сильные соперники. Сразу же мы очень низко сеемся. Но, наконец-то, мы дошли до полуфинала. Мы рады. Поэтому мы все вот так вот и прыгаем, и скачем. Играйте в баскетбол. Пошел проход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что вы творите, объясните. Самый в шоке. Вот у него спросите. Он же перформанс. Мы видели, вы вчетвером. Нас просто грамотно замотивировали. Просто мы решили для себя, что нам это надо. Вы понимаете, кого вы бьете сейчас? Там, как раз, с космическим рейтингом команд. Мы не будем сейчас как бы выпендриваться, грубо говоря. Да, мы хотим много до финала дойти. Мы обычные баскетболисты. Мы пришли, играли в баскетбол. Студенты, обычные баскетболисты, которые пробились сюда. Казань. А, это вы перед следующим, перед казахским туром? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команда «Хелитап» — это, скажем так, не саморода, который вот сейчас возник из ниоткуда. Мы обращали на нее внимание в течение предыдущих туров. Но, если не ошибаюсь, это первый тур, в котором они собрались, именно в таком составе. И на протяжении группового этапа уже было понятно, что ребята играют очень неплохо. В какой-то момент в игре с ЦОПом они просто включили форсаж и забили несколько очень эмоциональных мячей, которые позволили им на этом багаже эмоций вырулить и додавить в четвертьфинале очень грозного соперника и оказать сопротивление команде МБА в полуфинале. Они были в одном броске как минимум от овертайма, а то и где-то, может быть, от победы. Поэтому парни заслуженно оказались у всех на устах. И еще раз хотелось бы их поздравить с этим результатом. Мы знали то, что мы можем. Команда молодая, быстрая. Сами видите то, что мы играем без большого. Как бы при любом мисс-матче, большой и маленький, мы пытались скрывать их внутрь. Поэтому вот, что получилось, что получилось. Я согласен, что вы сегодня покорили сердца вообще абсолютно всех, и вы открытие этого тура. А вы согласны? Очень хорошие команды были. Например, когда мы играли тур в Питере, команда немножко послабее. Были видны уровень. Девчонки молодцы, девчонки борются. Не знаю, мы немного устали, наверное. Все равно имеет преимущество то, что у них есть высокие девчонки профессионалки. Они играют в суперлиге один, мы не играем нигде. Мы тренируемся, ну, как бы, когда с пацанами, чтобы так пожестче немного. И, ну, относительно недавно мы с января начали тренироваться, поэтому это, как бы, третий наш тур. Я думаю, что все еще впереди, очень хочется попасть в финал. Девчонки у нас шесть человек, мы их просматриваем все, поэтому у нас периодически меняется состав. Нам тяжело было в Питере, да, потому что девчонки там постарше, опытнее. За счет этого, я думаю, мы там проиграли. А так наши борются, конечно, стараются, и я думаю, что у них впереди все. Потому что у нас летом чемпионаты Европы и мир, поэтому нам нужно наигрываться и смотреть. Я думаю, что сейчас можно сняться в Питере. Дорогие подписчики, сейчас будет канал, сил нет, но мы постараемся хоть что-то показать. Что? Что? То, что осталось. То, что осталось, постараемся. Надо, наверное, было потраиваться три дня, а не два. Ну, очень крутая команда, Гагарин. Ну, настраивались. Надо было выиграть хоть раз, сколько мы с ними встречались. Получается, в том году два раза, и сейчас. Ну, и сейчас поддача, мне кажется, была лучшая игра. Не важно, сколько мы проиграли, но... Надеюсь, мы когда-нибудь победим их. Но знаю, что они нас боятся. Ну, я про нем сказал, чтобы они доказали там не кому-то, не мне там, не руководству, не клубу, а самим себе сыграли и постарались выступить достойно. И я считаю то, что они отдали все свои силы последние на финале. А можешь по персоналям охарактеризовать игру? Нас интересует, вот, как выступил Лаптев на твое мнение. Красавчик, хорошо выступил. Для дебюта, это у него дебют в 3 на 3, до этого... До этого... До этого никогда он в 3 на 3 не играл, как бы, я считаю, для дебюта, да. Некоторые вещи... Он пока не может поймать это всякие... Ну, небольшие нюансы, там, продвижение мяча. Но всякие мелочи, которые они приходят со временем, я думаю, то, что в перспективе у него есть большие шансы заиграть на хорошем уровне. Была хорошая, жесткая борьба, все хотели выиграть. За счет нашего упорства, труда, который мы поделали в защите, они дали им выбросить там легкие броски какие-то. Но они нам забили всего 12 очков. Это то, что мы отрабатывали, то, что мы к чему готовимся, вот. Нашел свой простой, что мы не можем помочь. Почему мы встали? Раз, два, три, четыре, 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 четыре. Наш похвастительный музей, был шестой, чемпионат России, чемпионат России, чемпионат России. Блин, Аклин. Спасибо всем за все это, что я с Демил Старин. Это событие... Благодаря вам, на этом... Та-да-да-да... Ну, че ж мы так не дают, несу. Мы сюда, о боже. Уха. Да, да. По 2 рубля сертификат. Да, да. Это блучка. Да. 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 Продолжение следует...